Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 29 августа. Осталось всего два денечка лета. Заканчивается сезон. Вот красавец Штраух, последний, который я собрала в теплице. Петь дифирамбы длительные не буду. Это такая мини-дегустация. Вот видите, я его разрезала и вот уже попробовала. Хочу сказать, что томат такой сладковатый, чуть-чуть есть доля кислинки. Не сказать, что он вот такой вот прям сладкий, что медовый тает во рту. Нет, обыкновенный томатный вкус. Есть немножко в середине вот такая. Ну вот знаете, что разрезаешь, бывает такая как снежинка. Он и не пучок волокнистый, не такой нестержень, а вот это снежинка. Но во время еды, я его сейчас съела, она мягкая, она не мешает еде, она не остается отдельно, вот как бывает на некоторых прям вот отдельный какой-то кусок, который не жуется. Конечно, идеально для консервирования. Шкурка очень плотная. Во время еды это может быть немножко недостатком, когда в свежем виде потребляем. Но во время консервирования это достоинство. Во время вяления, во время запекания вот эта толстая шкурка помогает держать форму томату. Так что можно и кушать на салат. Но шкурочка толстая, сразу говорю, можно и консервировать, и солить, и запекать, и вялить. Универсальный томат 100 граммовки, 80, 90, 100 грамм. Но вот эти последние чуть помельче, первые были крупнее. Вообще такой демократичный томат, который подойдет и для того, и для этого. Такой как бы штучный и для консервирования, и для всего. Никаких особенных достоинств у него нет, чтобы сказать, вот это чудо томат. Вот это вот такой самый-самый сладкий, самый-самый вкусный. Но такая оценка хорошо, можно поставить ему твердо. Все, это томат штраух, номер 144. Но очень урожайный, потому что индотерминатный, растет очень-очень долго. Вот до самого последнего плодоносил. Так что если вы во вкусе не выиграете, не такой уж он как тает во рту, то, по крайней мере, урожайностью своей он вас поразит. И красотой, вот этой выровненностью плодов, товарный выход 100%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!